Вы же провоцируете сами людей на массовые беспорядки. Бюджет максимально не публичен. Вы где летаете? Опуститесь на землю. Остановитесь. В московской городской думе появился еще один возмутитель спокойствия. Депутат-коммунист Евгений Ступин решил бороться с привилегиями. В первую очередь попросил разрешить использовать служебный автомобиль марки Audi A6 для поездок в больницу детей из его избирательного округа. Слуги народа, представители народа передвигаются на авто бизнес-класса или представительского класса и таким образом отрываются от народа, возвышаются над народом. И реально это препятствует решению ими тех задач, которые они вообще должны решать по своей должности. Коммунист Евгений Ступин ездит на метро. В выходные дни пользуется личным транспортом. У него в распоряжении отечественный автомобиль «Лада Гранта». Я попросил своего водителя возить детей из моего избирательного округа. Я подчеркиваю, это именно мой избирательный округ. Районы Некрасовка, Новокосино, Косино-Ухтомские, Выхино-Жеребины и Вишники. Именно из этих пяти районов морозовскую детскую клиническую больницу. Поскольку она далеко от этих районов расположена. Соответственно, автомобиль им был бы крайне удобен. Понятно, что денег не хватает на такси, да и сложно часто найти такси соответствующее. Мы планировали его за свой счет дооборудовать эту машину. Чиновники в лице руководителя аппарата Мосгордумы сказали, что это противоречит закону о статусе депутата. Простыми словами, нецелевое расходование бюджетных средств, что недопустимо. Оппоненты тотчас обвинили Ступина в популизме и неискренности. Если ты делаешь популизм и при этом как-то в пользу людей, ну, можно назвать это популизмом, да. Ну, это в пользу людей ты стараешься. Если ты просто что-то говоришь, ничего не делая, ну, наверное, это не очень хороший популизм, да. Евгений Ступин написал письмо на имя руководителя аппарата Мосгордумы, что он отказывается от служебного автомобиля. И, по его словам, закрыл этот вопрос. Тему казенного транспорта также поднимали депутаты из фракции «Яблоко» Дарья Беседина и Максим Круглов. Они предложили через законопроект отказаться от обеспечения парламентариев прикрепленными персональными автомобилями, гарантировав им право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, включая такси и предусмотрев компенсацию в соответствии с фактическими расходами. В «Яблоке» посчитали, что замена транспорта сократит расходы бюджета минимум на 100 миллионов рублей в год. На самом деле, действительно, вот эти автомобили довольно дорогостоящие удовольствия. Мы посчитали, центр антикуляционной политики в «Яблоке» посчитал, что это колоссальная сумма тратится, причем сумма, которая потрачивается, она на самом деле больше, чем то, что там в контракте зашито, реально больше, чем любой человек может физически использовать. То есть там зашито такое, что для всех депутатов круглосуточно ездят только на машине и постоянно ездят. Но это невозможно, нереально так не происходит в жизни. Идею замены транспорта не поддержал однопартиец-беседенный Сергей Митрохин. Сославшись на то, что он использует служебное авто, строго по назначению и эффективность его работы только возрастает. Понимаете, вот 300 тысяч в месяц тратится на автомобиль для его аренды депутатами. Эти 300 тысяч можно, например, потратить на зарплату депутата. И было бы намного эффективнее. Даже не 300, а даже половину этой суммы. То есть 150 в бюджет вернуть, а 150 на зарплату, чтобы депутату было на что жить. А то получается депутат ездит на Ауди А6, а жрать ему нечего. История с зарплатами или доходами депутатов Мосгордумы достойна отдельного разговора. Законодателей поделили на две группы. Те, кто работают на постоянной профессиональной основе, и те, которые на безвозмездной. Но фишка заключается в том, что на бюджете сидят преимущественно члены партии «Единая Россия». Определяется, кто получает, а кто нет, зарплату следующим образом. То есть если депутат является председателем комиссии, то, соответственно, он получает зарплату. Председатели комиссии назначают большинство Думы. Ну а большинство Думы у нас у «Единой России», поэтому у нас и получилось. То есть практически большая часть всех оплачиваемых мест получают в «Единой России». А оппозиционеры, чтобы меньше времени тратили на помощь москвичам, меньше времени доставали чиновников, соответственно, должны работать на своей основной работе, и только в свободное от работы время чуточку пытаться как-то депутатствовать. Такую опцию с зарплатами и премиями пробили депутаты с партией власти еще в 2014 году, когда в Мосгордоме были максимум 2-3 оппозиционера. Сейчас независимых парламентариев больше десятка. Это коммунисты и представители партии «Яблоко» и «Справедливая Россия». Вот это вот распределение зарплат, на самом деле, это же коррупционная штука, абсолютно. Потому что когда у тебя большинство «Единой России» в Думе может влиять, то есть фактически имеет 100% возможности распределять, кому дадут и устаются деньги, кому они не достаются, это способ давления на остальных депутатов. То есть таким образом просто депутат, который не получает зарплату в Думе, он вынужден искать другие источники дохода, это просто почва для того, чтобы каким-то образом его подкупать. Потому что действительно это тяжело. Человек не может одновременно и работать, и депутатствовать фактически. Это очень сложно, потому что депутатствование – это большой объем работы. Это самостоятельная фулл-тайм работа сама по себе. Справедливости ради надо сказать, что те, кто не получают зарплату в Мосгордуме, имеют все же социальные пакеты в виде служебного транспорта, страховки, медобслуживания и бесплатной мобильной связи. Но на кусок хлеба освобожденные депутаты зарабатывают сами. К примеру, Евгений Ступин оказывает адвокатские услуги. В силу того, что ранее я работал следователем, а в службе судебных приставов, когда работал, курировал в основном дознания, то, естественно, я в основном занимаюсь защитой по уголовным делам, поскольку изнутри весь уголовный процесс знаю и, ну, соответственно, чувствую себя более профессиональным в этом отношении. Возвращаясь к вопросу служебного транспорта, Дума арендует авто у компании ООО «Эксперт-инфосистема». Согласно документам, только за 2019 год на обслуживание парламентариев было потрачено около 200 миллионов рублей. На ближайшие пять месяцев заложено почти 80 миллионов. Евгений Ступин пока единственный депутат, который официально отказался от персональной машины. В законодательное собрание молодой коммунист попал не без поддержки умного голосования Алексея Навального. И этот факт он не отрицает. Ступин уверен, на независимых депутатов исполнительная власть будет оказывать давление, в том числе через привилегии. Загородные дачи, льготные кредиты, квартиры по остаточной стоимости, о чем многократно в своих расследованиях рассказывал Навальный. Вопрос, устоят ли независимые депутаты от соблазна получить реальные материальные ресурсы в обмен на лояльность. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.